Чемпионат Европы Чемпионат Европы В этом шоу принимают участие все чемпионы и призеры, а также специально приглашенные участники восходящей звезды фигурного катания. Многие увидят наше шоу по телевизору, а вы сможете насладиться красотой фигурного катания и эмоциями воочию. И именно вы являетесь... Здравствуйте! Мы приветствуем всех поклонников фигурного катания и с удовольствием приглашаем вас в Москву, на арену Творца спорта «Мегаспорт», что на Хадынском поле. Сегодня показательные выступления, все страсти позади, можно насладиться великолепными прокатами и мы это сейчас сделаем обязательно с вами вместе. У микрофона комбинатора почитаем Леонид Дородицкий и я с большим удовольствием представляю вам красавицу-фигуристку и моего сегодняшнего партнера по репортажу Елену Родионову. Она единственная, кстати, в мире, пока что двукратная чемпионка мира среди юниоров, чемпионка Европы и мира среди взрослых, победительница универсиады 2017 года Елена. Рад вас видеть рядом с собой. Давайте расскажите ваше впечатление об этом турнире. Здравствуйте! Конечно, очень жалко то, что сегодня последний день чемпионата Европы. И для нас, конечно, для всех москвичей было такое счастье принимать эти соревнования в Москве. И сейчас наши ребята еще порадуют нас своими выступлениями. Я больше скажу тем телезрителям, которые только, так получилось, подключились к нашим соревнованиям, к просмотру трансляции. Это был триумфальный для сборной России московский чемпионат Европы. Ведь последний раз континентальное первенство проходило в Золотоглавый полвека назад, даже больше. И вот сейчас, в 2018 году, в этом январе сборная России выиграла из 12 медалей, как вы знаете, 9, только 3 медали попали не в копилку сборной России. Фантастическое выступление. И всех, кто побеждал, приносил России золото, мы сегодня обязательно вместе с Еленой Родионовой увидим на наших телеэкранах. Будут очень красивые программы. Но начнем мы с детишек, да, Лен? Конечно. Скажите, это традиция, что дети на показательных выступлениях открывают программу вот этого гала-шоу, либо это новинка в Москве? Нет, это на самом деле традиция. И скажу больше, когда-то я начинала так же выступать, когда выступала в юниорах. И для меня, конечно, была большая честь кататься на одном льду с олимпийскими чемпионами. И потом доросла до уровня, когда я перешла во взрослое фигурное катание. И вот сейчас так же смотрю на детишек, которые стараются. И дай бог, чтобы у них все получилось. Ну а, уважаемые телезрители, хочу вас попросить строго не судить Елену Родионову, потому что для нее это дебют в качестве комментатора. До этого, как вы понимаете, Елена была по другую сторону баррикад и продолжает там быть. Просто сегодня смотрит соревнования с комментаторской позицией. Как вам, Елена, там интереснее или здесь? Вы знаете, мне кажется, тут даже волнительнее. Потому что на льду я уже знаю, как что делать. А тут впервые, конечно, ощущения немножко смешанные. Мне нравится, но в то же время очень волнительно. Ничего страшного, все получится. Тем более сегодня, как я уже сказал всем нашим телезрителям, даже если какие-то прыжки у спортсменов не получатся, это показательные выступления, это шоу. И здесь у всех только лишь положительные эмоции, никаких негативных эмоций. И вот эта вот зона, где могут расплакаться спортсмены, сегодня она фактически отсутствует. На показательных выступлениях можно все пробовать. Как какие-то образы для новых программ, так и какие-то сложные элементы. И поэтому в показательных выступлениях фигуристы могут раскрыться с разных сторон. Сейчас появился ветеран чешского фигурного катания Михаил Брезина. Работает он сейчас в США, тренируется. Да, ветераны тоже могут открыть второе дыхание. Здесь на московском чемпионате очень неплохо. Ну, не такой уж он ветеран. Что-то вы загнули. Нет, но если сравнивать с тем возрастом, который средний присутствовал на этом турнире, ведь мы знаем и итальянская сборная, да, попозже поговорим про их лидера. Это молодой еще парень. Кстати, мы заговорили по поводу ветеранов и неветеранов. Елена, насколько я знаю, две недели назад вам 19 лет исполнилось. Мы вас поздравляем от всего нашего творческого большого коллектива холдинга «Матч». Желаем крепкого здоровья, хороших выступлений на льду и хорошего дебюта в качестве комментатора. Спасибо большое. Нам представляют участников сегодняшнего гала шоу-концерта. Будет, конечно же, вот выезжает Дмитрий Алиев. Какую борьбу он затеял с Фернандесом. Понятно, что после уже короткой программы отрыв испанца был великий. Испанец стал шестикратным чемпионом Европы. Но Дмитрий Алиев из Санкт-Петербурга большой молодец, да, Лен? Конечно, это триумф. Это чемпионат Европы. Дима Малых тоже дал такого результата. Но он справился и заслуженно едет на Олимпийские игры. Потому что я знаю, стоял вопрос, кого посылать на чемпионат Европы. Сергея Воронова или Дмитрия Алиева. И... Ну, старался, конечно, тоже нервничал. И самое главное, что получилось выступление очень уверенным. И это большой запас прочности. Я думаю, он будет реализовывать в будущем. Впереди много интересных прыжков и новые турниры. Дима показал блестящее катание. Не подвел ни свою команду, ни прежде всего самого себя. Мы видели, как появилась чуть раньше Ксения Столбова, Федор Климов. Очень ребята были расстроены своим, может быть, нечистым до конца катанием на турнире. Но серебро, я думаю, тоже результат для чемпионата Европы. Тем более такая была обстановка, конкуренция очень серьезная в выходе программы. Ксюша и Федя сейчас, я думаю, еще набирают форму. И к Олимпийским играм они подойдут в оптимальной для них форме. Да, ведь уже 9-го числа в Южной Корее стартуют Олимпийские игры. Мы всей нашей сборной по фигурному катанию желаем успешного выступления и только побед. Я знаю, что по итогам этого чемпионата будет сформирована окончательно наша заявка сборной на турнир Олимпийский в Южной Корее. Но я думаю, что все, кто поедут туда, отдадут максимум сил, чтобы выиграть медаль. Тем более этот турнир показал, что мы можем бороться с мировыми звездами. Конечно, можем. У нас на самом деле очень сильные спортсмены. И очень много маленьких фигуристов растет, которые в будущем будут известными спортсменами. Да, и может быть тех, кого мы увидим на льду в начале гала-концерта, это будущее сборной России. Вы правильно сказали, Елена, что в свое время тоже начинали. Наши будущие звездочки. Вот они, триумфаторы этого турнира. Ведь были пятыми после первого вида программы. И как действующие чемпионы Европы на тот момент смогли собраться и защитить звание лучших на континенте. Молодцы. Молодцы. Евгения Тарасова, Владимир Морозов. Женя с Вовой. Конечно, с сильным характером оба. Ну, а вот и другие чемпионы сейчас Европы. Выехали сейчас из Франции. Да, кстати, французы. Одна медаль ушла к Франции, к Италии и к Испании. Все остальные у сборной России. Конечно же, Алина Загитова. Какое было вчера выступление. Да, стоя, я видел, аплодировали зрители. Весь зал встал. Весь зал встал. Это настоящий триумф. Жалко вот, что у Марии Соцковой сорвался один прыжок. К сожалению, это не позволило ей замкнуть тройку призеров, попасть на пьедестал почета. И Каролина Костнер взяла бронзу.